71-летний принц Чарльз вернулся из заграничного тура. Сразу после этого он принялся решать накопившиеся проблемы в британской королевской семье. Визит принца Уэльского и его супруги графини Корнуолской в Новую Зеландию и на Соломоновы острова признали очень успешным. Но времени почивать на лаврах у Чарльза не оказалось. После прилета он отправился в Сандринхем. В резиденции королевы в Норфолке Чарльз обсудил с отцом, принцем Филиппом, последствия катастрофического телевизионного интервью Эндрю. Старший сын Елизаветы II, который является первым в очереди на трон, еще в турне имел телефонный разговор с инценосной матерью по поводу провинившегося принца. Чарльз сыграл ключевую роль в решительных действиях в отношении младшего брата. В этом ему помог принц Уильям, муж Кейт Мидлутон. Принца Эндрю отстранили от общественной жизни. Это свидетельствует о том, что старший сын королевы готовится принять роль принца-регента, которая позволит ему контролировать повседневные королевские дела, в то время как его мать останется монархом. Источник при дворце сообщил, что изменения уже начали происходить. Передача власти окончательно оформится через 18 месяцев, когда Елизавете II исполнится 95 лет. К тому моменту она полностью отойдет от дел. В этом она последует примеру 98-летнего супруга. Именно в этом возрасте принц Филипп отстранился от своих публичных обязанностей. Скандал вокруг Эндрю Эпштейна дал Чарльзу возможность вмешаться, чтобы показать, что он может управлять монархией. Нет никого лучше на эту роль. Чарльз понял это и действовал решительно, как король, которым он вполне может вскоре стать. Именно в этот момент он выступил в роли принца-регента, теневого монарха, говорит инсайдер. Королева постепенно сокращает количество публичных мероприятий, которые она посещает. В 2016 году их было 332, в 2018 – 283. В этом году – еще меньше. В то же время принц Чарльз в 2018 году представлял монархию 507 раз. Придворные полагают, что Филипп уже не может как раньше управлять семьей железной рукой. Дисциплина ослабела. Это привело к тому, что Эндрю самовольно принял решение о провальном и скандальном интервью о своей дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном, сообщает Daily Mail. Чарльзу предстоит взвалить на себя ответственность за многочисленных членов семьи. Особую роль он должен уделить принцу Уильяму и Кейт Миддутон, которые станут следующей венценосной парой. Впрочем, герцоги кембриджские ведут себя благопристойно. А вот младший сын Чарльза тоже доставляет хлопоты семье. Вокруг принца Гарри и Меган Маркл не утихают скандалы. Они тоже без совета и одобрения старших членов семьи приняли собственное решение развязать войну со СМИ и рассказать о своих страданиях. Так что свекру Кейт Миддутон и Меган Маркл предстоят непростые времена.